Здравствуйте, дорогие читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает вам окунуться в мир новых книг, поступивших в нашу библиотеку. Книга Шерншоу «Мрачные сказки». Пугающий, красивый, гейтематический роман про мрачные сказки, боясь темноты и страх потерять себя среди дикого леса подсознания. Трэвис Рен обладает редким даром. Он ищет людей с помощью принадлежавших им предметов, но не всегда находит пропавших живыми. В деле писательницы Мэгги Сэн Джеймс, создавшей страшный сказк для детей, много загадочного. Ее след приводит Трэвиса в место, считавшейся легендой. Окруженная глухим лесом пастораль, коммуна, о которой ничего не было известно последние 50 лет. Изоляция и темные тайны окутывают коммуны. Оттуда никто не выбирался живым. Кажется, будто мрачные сказки, придуманные Мэгги, стали реальностью, а Трэвис – один из их героев. Как найти выход из дремучего леса, если происходящая игра подсознания? Книга Сюзан Ро «После грозы». История, от которой слезы наворачиваются на глаза. Шарлотта – молодая девушка, потерявшая любимого, не успев сказать ребенке. Земля уходит из-под ног Шарлотты. И руку помощи протягивает Бренда и Карл, мать и брат погибшего. Чем больше Шарлотта проводит времени с Карлом, тем сильнее растворяется в нем. Ее пугают новые чувства. С ним происходит то же самое. Но быть в Роуз – просто невыносимо. Шарлотта должна решиться отпустить прошлое и дать шанс на счастье себе и малышу. После грозы солнце светит ярче. Косыми лучами она ласкает траву, которая теперь кажется зеленее. Порой, чтобы это заметить, нужно просто открыть глаза. Но захочет ли Шарлотта пробудиться от затянувшегося сна, ненавеянного прошлым? Эн Клифс, рассказывая сказки. Десять лет прошло с тех пор, как Жене Лонг обвинили в убийстве 15-летней Эбигел Ментал. А теперь обитатели ее ширской деревни Элве с ужасом узнают, что появились новые улики, свидетельствующие о невинности Дженни. Значит, убийца Эбигел все еще на свободе. Для Эммы Беннет это открытие означает возвращение воспоминаний о жизнерадостной подруге и о жутком зимнем дне, когда она обнаружила ее тело, лежащее в холодной канаве. Инспектор Вера Стэнхолп начинает новое расследование в прибрежной деревне. Ее жители вынуждены вернуться в то время, о котором они надеялись забыть. Напряжение нарастает. Но чего не боятся больше, убийцу или собственного постыдного прошлого? Постепенно Вера узнает историю каждого из них и все больше убеждается, что вскоре ей предстоит раскрыть несколько страшных тайн. Рассказывая сказки, второй роман в серии книг Энн Клиффс о необычной полицейской Вере Стэнхолп. Ее методы поражают, иногда даже граничат с грубостью, а характер до самого конца остается неразгаданным. Но такая психологическая глубина, с которой Клиффс описывает своих героев, делает Веру Стэнхолп одним из самых правдивых персонажей. И уж наверняка самым неординарным детективом современной литературы. Новый взгляд на книгу, положенную в основу известного голливудского фильма Джулии Робертс в главной роли. Галезабет путешествует по Италии, но кто познакомит ее с жизнью, города, городов, бессмертного Рима? Конечно, итальянский красавец Лука, он истинный римлянин, знаток и эксперт в области итальянской кухни, ценитель хорошего вина и прекрасных женщин, страстный футбольный фанат. Машинам он предпочитает мотороли, острицам спагетти, виски, настойку, лиманчелло, блондинкам, брюнеток. Но прежде всего, он настоящий друг и истинный джентльмен, готовый приложить все усилия, лишь бы Рим стал для Елизабет II домом. Геом Мюсо. Тайная жизнь писателей. Рафаэль Батай – начинающий писатель, который никак не может ухватить удачу за хвост. Рукопись его романа, застенчив в вершину, не привлекает издателей, и он получает один отказ за другим. В поиск и вдохновение он отправляется на остров Бамон, чтобы найти там своего кумира – Натана Фауза. Автор от трех невероятных романов. Загвоздка лишь в том, что Фауз много лет назад без объяснения причин оставил писательское ремесло и стал практически отшельником. Он живет один, не дает интервью и отказывается общаться с кем-то ни было. Однако Рафаэль полон решимости разгадать его тайны. Заинтересована писателем и швейцарская журналистка Матильда Моне. В руки которой попали странные снимки, имеющие к Фаузу прямое отношение. Пока двое, каждый на свой лад, пытаются подобраться к тайнам авторов, безмятежный остров потрясает ужасное убийство. Труп женщины нашли распятым на древнем эвкалипте Бамона, который жители прозвали Бессмертным. Именно старой фотографией убитой Аполин Шапюи Матильда хотела показать Фаузу. Так что же скрывает отшельник, бросивший писать? В романе «Победитель остается один» Павло Лукаэль возвращается к важным темам, поднятым в книгах «Одиннадцать минут» и «Заир». Этот роман – зеркало нашего мира, в котором приверженность роскоши и успеху мешает понять, к чему по-настоящему стремятся наши сердца. Действие книги происходит на Каннском кинофестивале, где избранные наслаждаются всем тем, за что большинство людей готово заплатить любую цену. Кому удастся среди множества навязанных обществом желаний узнать свою настоящую мечту и воплотить ее в жизнь? Мэри Хиггинск Кларк «Я не твоя вещь» Шоу под подозрением, где раскрывается от давней и заброшенной полиции преступление, последняя надежда пожилых супругов Белл. Пять лет назад возле своего дома был убит их сын – Мартин. Он был популярным терапевтом, создал новую систему обезболивания и считался чуть ли не чудотворцем. Мнение родителей – однозначно. Мартина убила его жена Кендра. Это неуравновешенная личность, имеющая к тому же репутацию наркоманки. Полиция просто не смогла найти достаточно улик против нее. И Белла обращается к продюсеру шоу Лори Моррен. Кендра наотрез отказывается участвовать в шоу, и это свидетельствует не в ее пользу. Впрочем, занимаясь расследованием, Лори и ее команда начинают понимать, что репутация доктора Белла как отличного врача, мужа и отца – пшик, и что его жена вовсе не соответствует своему неблаговидному образу. Моррен не догадывается только об одном – дело может не дойти до конца. Некто невидимый всюду сопровождает продюсера и ждет удобного момента, чтобы нанести удар. Бьянка и Осивони быстро падают. Хейли уверена, это лето изменит ее жизнь. Она бросит вызов своим страхам и отправится в путешествие, чтобы выполнить данное лучшему другу обещание. И, наконец, стать собой смелой Хейли. Вот только все идет не по плану. Машина ломается, деньги заканчиваются, а ее новый знакомый Чейз, кажется, влюбляется в нее. Так что же она выберет – отдаться новому чувству или сбежать? Энн Клифс наследует своим великим предшественникам, создавая объемные психологические точные портреты персонажей. Бескрайние пейзажи и удушливая атмосфера провинциальных городков, проницательность детектива и нестандартные методы расследования – все это откроет новые грани современного британского детектива. «Ловушка для ворона» – еще одна книга, копилку классики английского детектива. Однако, в отличие от многих коллег по жанру, в этом произведении Энн Клифс больше всего интересует не только само преступление и процедура разоблачения убийцы, но и подробный анализ событий, приведших к катастрофе. В центре внимания писательницы три – очень непохожие друг на друга женщины – Рэйчел, Энн и Грейс. Им сложно найти общий язык, но они вынуждены провести несколько недель в одном доме на зеленых холмах и ветряных пустошах Северной Англии, проверяя местность, предназначенную для разработки на наличие редких экземпляров растений и животных. Работу прерывает убийство одной из них. Приехавшая расследовать дело детектив Вера Стэнхоп не хочет, чтобы они покидали дом в холмах. Она верит, что убийца еще вернется, и его проще ловить на живца. Связана ли смерть жертвы с экологической проверкой или кто-то из местной деревушки сводит женщинам старые счеты? Судьбы главной героини оказываются причудливо переплетены, и им нужно успеть разобраться в этих связях, чтобы понять логику убийцы. Однако сделать это в коттедже, в пустынных холмах, которых они не могут покинуть, как вороны в ловушке, совсем непросто. Продолжение следует...